Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. После подвержения к насилию, которое не создая основы или попытки, со стороны мужчин страшно довериться партнеру и приступить к сексу. Начинается паника при нахождении вдвоем в замедленном пространстве. Друзьями и знакомыми чувствуют себя спокойно. С мужчинами, которые выразили желание дальнейших отношений, начинается паника и страх. Что делать в такой ситуации, с учетом того, что у молодого человека собственных проблем с сексом много? Я бы сказал, что здесь можно работать в нескольких направлениях. Работать можно в направлении, допустим, вашей совместной терапии. То есть вы вместе с молодым человеком, например, обращаетесь к психологу и работаете с психологом. Вместе. Для того, чтобы лучше себя понять, для того, чтобы лучше теперь забраться. Как-то лучше узнать, как-то лучше понять его. И тем самым, возможно, перестать как-то бояться. Как-то опасаться чего-то, потому что ситуация здесь может быть такова, чтобы вы как раз не очень понимаете мотивы молодого человека. И, соответственно, не добирается. Вот. Это первое. То есть просто вот как-то, ну, как-то вот разобраться, да, вам, друг с другом. И лучше понять друг друга, ну, наверное, будет в данном случае не лишним, как мне кажется. Это первый аспект. Первый аспект данной проблемы. Второй аспект ситуации. Второй аспект заключается, конечно же, в том, что действительно у вас была травма и травма довольно серьезная. Ну, потому что все, что как бы связано так или иначе с насилием, да, все это довольно-таки болезненно сказывается на человеке. Вот. И вы вряд ли в данном случае являетесь исключением из этого права. В первую очередь это работа с беспомощностью. В первую очередь это работа с объективным поведением. То есть поведением жертвы. Вот. Не в том плане, что вы виноваты в том, что с вами произошло, ни в коем случае нет. Вот. Вы не виноваты, если вы об этом. Но, тем не менее, агрессоры выбирают людей, выбирают себе жертв не случайно. Происходит это, как правило, по достаточно строгому критерию, то есть, ну, выбирается человек по достаточно строгому критерию. Вот. В частности, в частности, это определенная потерянность человека. А, да, то есть, то есть, вот. Это определенная беспомощность человека. Вот. Как бы, то есть. Здесь, вот, очень важно эти аспекты выделять. Да? То есть, вот, как-то вот. Глобальное такое недоверие, недоверие себе. Да? И, зачастую, то, что вы оказались в этой ситуации, может быть, связано с тем, что, ну, бессознательно, да, бессознательно, повторюсь. А вы можете преследовать такую цель, как себя за что-то наказать. То есть, это такая вот, часто может быть, мазохистическая такая позиция. Мазохистическая тенденция к поведению, к сожалению. Если она есть, ее необходимо раскрыть, ее необходимо выявить и ее необходимо подкорректировать. Потому что, самостоятельно, вы ее не замечаете. И, возможно, даже себя за это как-то вот обвините, обвиняйте. И так далее. Следующий важный аспект, это аспект личных границ. То есть, вот сейчас, да, почему сейчас вы боитесь? Потому что это не вера в собственные границы. Не вера в себя. Возможность в любой момент остановиться, возможность в любой момент сказать «нет» и так далее. И является ли это проблемой, спросите, ну, можете спросить вы. Да, конечно. Можно ли ожидать от вас каких-то легких отношений? То есть, я имею в виду, ну, таких вот, да, отношений, когда, вот, что называется, ну, имеют место быть раскрепощенных, имеют место быть, когда легких. Конечно же нет. Конечно же нет. Потому что навык выстраивания отношений, а в данном случае он, ну, как бы, требует именно, что тренировки, именно, что отдачу. И поэтому так важно, чтобы вы своим молодым человеком, что называется, друг другу доверяли. Вот, если доверия нет, то, естественно, вам будет сладнее. Именно поэтому я начал, как раз, с того, да, вот, что предложил вам вдвоем обратиться к психологу. Вот. Чтобы вы, чтобы вы могли несколько лучше, вот, себя разобрать, чтобы вы могли несколько лучше, вот, себя как-то понять. И своего молодого человека тоже. Вот. Обычно, люди, оказывающиеся, вот, в, ну, в подобных ситуациях, да, как вы, склонны себя винить, вот, склонны себя обвинять, вот, стыдить за то, что с ними произошло. То есть, это, к сожалению, тоже присутствует. Соответственно, если у вас чувство вины наличие стоит, если у вас чувство вины присутствует, то имеет смысл и с чувством вины поработать тоже. Потому что, эээ, ну, шансов на то, что вас оно отпустит довольно мало. То есть, я не буду, не буду, я не буду здесь, эээ, как-то, вот, вводить вас в заблуждение, да. Вот. А чувство стыда то же самое, да, то есть, вот, с чувством, эээ, с чувством стыда нужно поработать, потому что, если вы стыдитесь, то есть, берёте на себя излишнюю ответственность за то, что произошло, если вы чувствуете себя, там, допустим, какой-то грязный, оскорнённый, да, вот, это вот это всё, это вся история. А, вот, что, с этим тоже нужно поработать, там сидит, как раз, проблематика. Эээ, личный границ, эээ, ну, наличие достаточно сильно, то есть, вы берёте, как бы, ответственность на себя, вот, эээ, повторюсь, за то, что, как бы, к вам, эээ, вообще никакого отношения не имеют. В данном случае вы берёте на себя проблематику других людей. Эээ, ещё один аспект, пускай он может показаться несколько вторичным, но я всё же его отмечу. Это значение секса. То есть, эээ, проблемы с сексом, вот, ну, как вы говорите, да, зачастую возникают, эээ, по причине, эээ, именно, эээ, переизбитка значимости. Эээ, именно, именно, вот, переизбиток, эээ, значимости, ээээ, секса. То есть, какое значение имеет секс для молодого человека? Первое, на что нужно вам обратить внимание. И, какое отношение имеет, эээ, какое значение имеет секс для вас? В общем, эээ, довольно важно, эээ, ну, как бы, понимать и довольно важно остановить и замечать, да? не переоцениваете ли вы секс, ну в этом смысле, не продаете ли вы ему слишком большого и слишком много значений. Если продаете, то это также требует корректировки, это также требует своего внимания, это также требует работы. Поэтому то, что вы описываете, есть хороший такой запрос на психотерапию, как для вас, так и для молодого человека. Да, другой вопрос, будете ли вы этим заниматься, тогда другой вопрос, вообще ожидаете, хотите ли вы это, ну в смысле, это все делать, потому что из вашего текста это вот несколько непонятно, да, несколько неясно, вот. Но, тем не менее, нужно понимать, что подобные травмы, ну вот такие вот травмы, какие вот, как вы описываете, да, они не, ну, быстро не проходят, к сожалению, и нужно какое-то время, чтобы их прожить, да. Вот, нужно какое-то время, чтобы, ну, как бы, она, эта травма перестала, перестала влиять, вот, в полной мере, на, ну, на вашу личность, так скажем. Вот, сейчас это влияние, оно, как бы, ощутимо, да. На мой взгляд, важным аспектом является возможность. 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 Страх. А предметы. То есть, ну, как бы, вот, чего вы боитесь, да, конкретно. То есть, нужно понимать, что, вряд ли здесь страх именно, ну, именно насилия. zenie. То есть. Вот, сейчас будет страшно. То есть, здесь страх чего-то другого. То, что вы, а, не, ну, вы пока, этого не видите, вы пока этого не замечаете, вот. Вы, что называется, переключились на форму, да, форму, ну, наиболее, для вас привычную форму, то есть форму насилия. Но за этим почти всегда скрывается что-то другое. Поэтому я бы вот обратил внимание именно на данный аспект, я бы обратил внимание именно на данный элемент и поработал бы вот именно с этим в первую очередь. То есть поработал бы именно вот с тем, чтобы опредметить, опредметить ваш страх. Сделав это вам будет, самой вам будет проще, самой вам будет легче, вот, в какую-то степень. Потому что вы уже будете, как бы, для суда видеть, чего конкретно вы боитесь. Ну, то есть, например, вы будете видеть, видеть, условно говоря, боитесь вы... быть какой-то, да, ну, только, ну, например, 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 боитесь вы, там, быть использованы, в принципе, боитесь, что вас, вот, не полюбят, например, и, соответственно, подсознательно хоть так пытаетесь, пытаетесь получить любовь. Вот, могут, может быть, еще какие-то причины, и что-то, на мой взгляд, ну, в данном конкретном случае не так важно. Вот. А именно сейчас. Вот. В направлении отношений с молодым человеком, вот что бы я, наверное, рекомендовал бы, это, пожалуй, больше личностного общения, больше личностного взаимодействия, я бы рекомендовал. То есть, обращение внимания не на секс, да, который, конечно, важная составляющая, но, тем не менее, обращение внимания не на секс, а больше обращение внимания именно, вот, на межличностное общение. То есть, что нас связывает, да, вот, что нас объединяет, чего мы хотим, вот, что нам нужно, и так далее. Такие, в принципе, достаточно общие, я бы даже сказал, в какой-то степени, житейские вещи, вот. Но люди на них могут не обращать внимания, к сожалению. Следующее, и последнее, что можно, вот, порекомендовать, это... Просто следят по стиле, привыкать к виду своего тела, межленного и тела партнера, вот. То есть, не оставить цель заниматься секом. Это важно. Очень часто у людей, вот, ну, так скажем, проблематика. А, секс связан именно с тем, что, если мы их родились, то, правда, должны мы, как бы, заниматься сексом. Это не так, это не правда. Вот, ну, в конце концов. Ага. Мы не роботы. Вот, и мы можем просто раздеться, можем просто, ну, хотеть, ну, полежать рядом друг с другом. Вот, просто обняться, обращаться друг с другом и так далее. То есть, вам нужно сми... на мой взгляд, вот, что называется, сместить фокус с самого секса. Да? Вот. И обратить внимание больше на то, чего вам хочется. То есть, сменить фокус с... Человека. Другого. Который, вот, ну... Гипотетически. Который гипотетически... за пределами, вот, как бы, ну, вашего, так скажем, восприятия, да, вашего чувства на себя. Вот, это... Очень важный момент. Очень важный момент. Если вы, ну, как-то, вот, сможете это сделать, да, то я бы сказал, что, ну, серьезная часть проблем может быть, серьезная часть проблематики может спасти. Вот. Если вам с молодым человеком будет интересно, если вам с молодым человеком будет весело, если вам с молодым человеком будет как-то вот, ну, как-то комфортно, да, вот. Это тоже довольно большую часть проблемы с ним. Ну, потому что вы не будете тратить время свое, силу, энергию, на... То, чтобы пытаться быть, что называется, идеальным сексуальным партнером. И быть просто собой. Вот важно учиться быть собой. Вот. Сейчас я бы не сказал, что у вас это вот прямо так хорошо получается. Ну, вполне вероятно, что вы не знаете, что это такое. Как-то вот всю жизнь свою, ну, сознательную вы себе это запрещали. Не удивлюсь, по крайней мере, если так обстоят дела. И, соответственно, на все эти аспекты нужно обратить ваше внимание. Поэтому я и сказал вначале, что вот ваш вопрос это первый шаг, это первая, так скажем, ступенька к работе над собой. Может быть, да, не самая приятная работа над собой. Но с помощью психолога, вот, вы сможете и пережить то, что с вами произошло неприятно. Вот. И сделать так, чтобы это не повторилось, а если и повторилось, чтобы как-то, ну, не брать на себя за это ответственность, да. Потому что в известной степени выиграть ни при чем. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По-моему, ответ это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.